Уважение к родному языку, интерес к его истории не дадут ему исчезнуть. Ежегодная межрегиональная олимпиада по чувашскому языку и литературе подтвердила преемственность поколений в вопросе сохранения главного культурного кода. Язык – неоценимое духовное богатство, с которым народ живет, передавая из поколения в поколение мудрость, славу, культуру и традиции. В этом году в олимпиаде участвуют и гости из Ульяновской области. Их шесть человек. Есть участники из Татарстана и, конечно же, Чувашии. Подготовка у нас, конечно, долгая. После уроков долго готовились. Ученики пришли с настроением. Ну, посмотрим дальше, как будет. У потенциальных победителей хорошие перспективы. Они смогут поступить в высшие учебные заведения на льготной основе. Задания олимпиады вполне понятные. Я постараюсь выложиться по максимуму, чтобы набрать как можно больше баллов. Чуварский мы в школе изучаем с первого класса. Дается он мне легко в семье. Тоже знают Чуварский, разговаривают. В олимпиаде участвуют более 150 школьников. И с каждым годом их количество растет. Развитие Чуварского языка, литературы, культуры, искусства, вышивки и вообще традиции у нас больше зависит от того, в какой обстановке ребенок вырастает. От семьи, от школы, от окружающих нам народа, от обстановки, от всего этого. Итоговый протокол по олимпиаде будет размещен на сайте Центра Эдкер в ссылке актуальная. Может быть, не все участники выберут язык и литературу своей профессии. Но то, что они сохраняют главную ценность народа, бесспорно. Екатерина Шиверова, Маргарита Мельникова, Георгий Кривошейн, Республика.